Итак, работа кинематики стереофонического катушечного магнитофона Астра 209 стерео. Для того, чтобы добраться до кинематики магнитофона, нужно открутить 4 винта, трепящие верхнюю и нижнюю фальшпанели, далее 2 винта снизу фальшпанели нижней, сняв крышку блока головок, открутить еще 3 винта, и после этого крепление фальшпанели будет освобождено. Далее аккуратно снимаем, потянув вверх, ручку переключения скоростей, также снимаем ручку переключения режимов работы, и по одному аккуратненько снимаем головки ползунковых резисторов, не забыв убрать из-под них вот такие кожаные прокладочки, и не потерять их, конечно. Снимаем нижнюю фальшпанель, снимаем верхнюю фальшпанель, вот мы, как сказать, внутри магнитофона Астра 209. Для того, чтобы удобнее было работать с кинематикой, вернем на место эти две ручечки, остальное нам ничего не понадобится. Вот, ну, ознакомлюсь с тем, что мы видим, сняв фальшпанели. Левый подкатушечник, правый подкатушечник, шкив, находящийся на валу приводного электродвигателя, в него идет толстый пасек на первый промежуточный ролик, второй промежуточный ролик, качающийся для перемотки, подмотки. От шкива номер один идет толстый пасек на нижнюю часть фрикциона правого подкатушечника. Справа подкатушечника идет тонкий пасек на шкив счетчика расхода ленты. Часто рвется, можно поменять даже, в крайнем случае, на резинку, служащую для стягивания денежных купюр. Вот. Это у нас маховик. Вот он, маховик, видим его, да? Привод ведущего вала двигателя. Осуществляется посредством промежуточного ролика. Вот здесь он у нас скрыт немножко проводами. Вот здесь находится промежуточный ролик. Он прижимается к насадке на вал ведущего двигателя. В зависимости от включенной скорости, если это скорость 9, то прижимается к малому радиусу. Если 19, то, как вы видите, к большому радиусу вот этой вот насадки. Этот ролик – источник рокота, основной источник рокота в магнитофоне. Поэтому стараемся, чтобы в выключенном состоянии магнитофона клювик переключателя смотрел вверх, для того, чтобы ролик был, соответственно, не прижат к рабочим сторонам вот этой насадки на ведущий вал двигателя. Так, что далее? Электромагнит. Вот он у нас. Работает, как так сказать, временный останов и пуск двигателя. Собственно говоря, вот основные кинематические элементы, которые приводят к движению магнитную ленту. Ах, да, ещё немаловажный момент. Вот этот вот тоненький рычажок. Так, это у нас автостоп. Ну, давайте посмотрим всю эту схему в работе. Включим питание. Загорелась лампочка. Будем осторожны. Вот здесь у нас высокое напряжение. 220 вольт. В общем-то, дальше по схеме его у нас... Ну, только вот в этом углу где-то, с форматом. Можно на него нарваться. Так, как вы видите, все элементы, значит, закреплены на массивной достаточно вот такой плате. Сложной конфигурации из силумина. Вот. В свете этого магнитофон достаточно жёсток. И, в общем-то, достаточно прочен, крепок, массивен, надёжен. Что есть хорошо. Так, значит, ручка регулятора переключателя видов работы, значит, стоит в положении выключено. Их два положения выключено. Левое выключено и правое выключено. Если мы её переведём в положение, значит, вверх, то это будет рабочее положение. Ну, как вы видите, при включении питания двигатель сразу начинает работать. Но поскольку переключатель скорости, она стоит в нейтральном, в выключенном положении, то движение на маховик не передаётся ведущего вала. Если мы включим какую-нибудь скорость, допустим, девятнадцатую, вот послышался знаменитый рог от этого ролика, который передаёт движение от ведущего вала на маховик. Маховик у нас теперь вращается. Вращается он потому, что пока, так сказать, рычаг автостопа не задействован. Если мы включим, допустим, на воспроизведение, вот вы видите, да, рычаг автостопа зашёл в паз проволочной фигурной стоечки и, соответственно, выключился наш двигатель. Здесь имеется двуплечий рычаг с противовесом, который путём воздействия на эту контактную группу отключает вращение двигателя. Вот если мы вернём его на место, видите, двигатель снова вертится. Если отпустим, то всё вернётся в исходное состояние. Потому что в тот момент, когда лента заряжена, лентопротяжный тракт, она проходит между вот этими двумя элементами, то есть не даёт рычагу зайти, вырез вот этой фигурной стойки, даёт рычагу автостопа. И мотор работает до тех пор, пока лента не кончится, либо не оборвётся. Так, давайте посмотрим, что у нас работает, что у нас включено, скажем так, в момент включения рукоятки в режим «пуск». Так, в момент включения рукоятки в режим «пуск» у нас, во-первых, вертится маховик, но ведущий прижимной ролик отведён от ведущего вала в свете того, что не включена вот эта кнопочка «пуск». Вот видите, электромагнит. При нажатии кнопочки «пуск» электромагнит прижимает, отводя вот эту стойку посредством рычага, позволяет ролику прижаться к ведущему валу, и это, значит, вызывает транспортировку ленты. Если мы нажмём «стоп», то, видите, стойка отводит ролик от ведущего вала, и лента не движется. То есть в этом магнитофоне режим «пуск-стоп» реализован посредством вот этого электромагнита. «Пуск», «стоп», «пуск», «стоп», «стоп», «пуск», «стоп». Замечательно. Значит, в момент включения положения рабочего хода на воспроизведение либо на запись, у нас также, как вы видите, вертится счётчик, он отсчитывает число оборотов приёмного узла посредством пластика, а вращение на приёмный узел передаётся следующим образом. Ведущий вал, промежуточный ролик, пастик, фрикцион подмоточного узла. Усилие в свете того, что снизу имеется фрикцион на приёмный узел небольшое, всего легко остановить рукой там и чем угодно. От этого ничего не изменится, то есть когда плёнка не движется, он её перемещать не будет. Стоит отпустить, значит, она будет двигаться дальше. Вот. Что у нас с режимами перемотки? При перемотке влево. Опять-таки, решай должен быть отведён автостопом посредством ленты, иначе никакой перемотки у нас не получится. Ещё раз смотрим. При перемотке влево, включаем влево, промежуточный ролик прижимается к поверхности левого перемотченного узла и происходит перемотка. А правый, значит, кассетоприёмник, правый, значит, поскосуточный узел вращается в противоположную сторону с небольшим натягом, как вы видите, легко останавливается рукой, для того, чтобы создавать натяжение ленты, чтобы намотка ленты в рулоне была не рыхлая. То есть вот этот пасек создаёт в последнем воздействии на нижний фрикцион узла создаёт необходимое подмоточное усилие. Так, вот я его задел, и он у нас соскочил. Сейчас мы его вернём на место для того, чтобы, так сказать, всё у нас функционировало. Питание на этот момент лучше отключить, потому как здесь есть некоторые детали, которым не следует задевать за массу схемы. Так, вот таким образом возвращается на место у нас этот пасечек. Вновь включаем питание, и видим, что у нас продолжается... В режиме стоп, кстати, да, ни приёмный, ни отдающий узел университета из-за того, что, вот видите, тормоза, тормозные колодочки прижаты к посредственному рычагу к боковой поверхности. Стоит нам включить режим воспроизведения, тормоза отходят. Вот, в этом вы можете видеть. Вот. Либо режим перемотки, они также отходят. Так, теперь давайте посмотрим режим перемотки вправо. Что происходит при перемотке вправо? Из положения правый стоп переключаемся в перемотку вправо. У нас промежуточный ролик прижимается через второй промежуточный ролик непосредственно к узлу, и узел начинает мотать. Здесь, как вы видите, узел, подающий в обратную сторону, не вертится, но небольшое усилие натяжения создаётся за счёт фрикциона вот этого узла. Вот, собственно, так всё это у нас происходит. Что происходит при режиме включения записи? Вот, нажимаем эту кнопочку, соответственно, вы видите, рычажок утапливает вниз планочку, которая, задействуя рычаги, включая режим записи в универсальном усилителе. Помимо всего прочего, загораются лампочки тех каналов, которые включены на запись. Лево и право. Они находятся под индикаторами уровня записи. Вот, так у нас работает режим записи. Для того, чтобы записать, достаточно тебе нажать на кнопочку «Пуск» и всё, запись пойдёт. Вот, собственно, всё, что я хочу рассказать о режиме работы кинематики панитофона «Анстра». Благодарю за внимание. Спасибо.